Всем привет! В этот раз расскажу вам про материнскую плату Asus ROG Matrix 10 Hero, и это будет именно обзор, а не перечисление её параметров и функционала, как это делают другие блогеры. Самое главное, что нужно знать, что эта материнка основана на системной логике Z370, а это означает, что эта материнская плата в первую очередь предназначена для процессоров Intel 8-го поколения с индексом K, так как именно эти материнки и процессоры заточены под разгон. Конкретно эта материнка была куплена для моего подписчика Юры и обошлась в 260 условных единиц. Это самая дешёвая материнка Asus'а из самой дорогой линейки Maximus 10, которая заточена исключительно под разгон, в отличие от серии материнок Prime, Strix или Tuff. Не буду детально останавливаться на внешнем виде, так как сейчас все производители тратят много ресурсов на это и забывают про качество и эффективность. Но главное, что материнка производит приятные впечатления как внешне, так и по материалам. Хотя материнка не лишена одной конструктивной ошибки в самом дизайне платы. Вынесенный разъем дополнительного питания процессора в верхний левый угол очень сильно затрудняет подключение стандартных, грубо говоря не очень длинных, кабелей питания, что не только гарантирует сложности во время подключения кабеля, но и исключает возможность красиво его уложить в корпусе. Следующий момент, это комплектация. Здесь всё стандартно и даже чуть больше. В комплекте идёт картонная подставка под стакан, хотя срок службы этой подставки, думается мне, будет невелик. Теперь перейдём к BIOS. Он как всегда интуитивно понятный, есть даже русский язык. Но он только частичный, так как после смены языка большая часть BIOS остаётся на английском. Большинство важных оверклокерских настроек находится во второй вкладке. Здесь и режим работы с памятью, прошитыми профилями XMP, и множитель шины, и многое другое. Но специально хочется остановиться на пункте External Digital Plus Power Control. Он скрывает очень важную настройку, называемую CPU Load Line Calibration. Другими словами, LLC. По моему мнению, эта технология внедрена специально для того, чтобы переложить обязанность тонкой подстройки питания процессора с автоматических алгоритмов, применяемых в материнских платах, на пользователя, благодаря прошитым профилям питания. Но проблема в том, что даже запарившись подбором профиля питания процессора для конкретного напряжения, вы всё равно не получите идеального совпадения напряжения, задаваемого вручную. Конкретно в моём случае, как и в большинстве, профиль уровня 6 дал минимальное отклонение напряжения от задаваемого мною вручную. Что касается напряжений, то существует три режима. Авто, который работал очень плохо, так как всегда, сдал напряжение 1.34 вольта. Этого было мало для частоты 5 ГГц, немного не хватало для частоты 4.9 ГГц, и точно было много для частоты 4.8 и меньше. Оффсет мод вообще не работал. Система просто зависала при старте. Ну а ручной режим ничего особенного из себя не представляет. В самом ручном режиме, помимо того, что напряжение процессора отличалось в зависимости от выбранного уровня LLC, оно ещё было и не совсем стабильным. Оно менялось в пределах от 1 до 2,00 вольта, в зависимости от величины самого напряжения, что на самом деле не так уж и мало. Что касается стабильности работы материнки, то всё было замечательно на протяжении целой недели тестирования, кроме одного казуса. Примерно на вторые сутки тестов система зависла и материнка выдавала пост код два нуля. Самое странное то, что это было хоть и во время стресс теста, но не с разогланным процессором. При попытке вручную перезапустить систему материнка просто не стартовала. Хотя подсветка материнки горела, система охлаждения в виде заводской водянки Swiftech работала, но сама диагностика материнки дальше кода два нуля не шла. Как оказалось, этот код возникает стихийно и саму проблему конкретными действиями не решить. Эта проблема как оказалось актуальна для материнок Asus уже давно, хотя я с ней столкнулся только в первый раз. Ни сбросы биоса, ни замена памяти, SSD или блока питания не помогали, как и демонтаж процессоров вместе с системой охлаждения. Помог решить проблему самый по моему мнению бестолковый совет службы поддержки на форуме. Это вытащить палату из корпуса. Я уверен в том, что на корпус ничего не замыкало, так как я всегда аккуратно укладываю кабели питания и тем более, что ошибка возникла только на четвертом часу тестирования. В общем установив материнку обратно, больше я с такой проблемой не сталкивался, но я не знаю повторится ли она в будущем или нет, а тот способ который мне помог решить эту проблему крайне напряжный. Про то каких конкретных результатов я достиг во время тестирования процессора 8700K на этой материнке я расскажу в следующем видео, так как нужно подробно рассказать не только про все тонкости разгона, но и разъяснить подробно про соответствующие системы охлаждения. Ну а на этом у меня все, до новых встреч.